А спонсор данного ролика Dark Store. Именно в Dark Store вы можете приобрести любое количество душ для Android, а также крутое снаряжение из различных башен. Ну и кроме того, в Dark Store продаются аккаунты. Приходите по ссылочке в описании и заказывайте души и снаряжение для Mortal Kombat Mobile по самым низким ценам. Всем ХАИКС, с вами DarkX. И сегодня у нас с вами в Mortal Kombat Mobile будет открытие алмазного набора День Мертвых. Значит, у меня есть Джейд Дня Мертвых и есть Эрон Блэк Дня Мертвых. Джейд, кстати, у меня есть даже со слиянием. Но Китаны у меня на аккаунте нет вообще. Я когда-то пытался ее выбить, а она мне не падала. Я надеюсь, в сегодняшнем ролике мы с вами наконец-таки выбьем Китану и у меня будет полная команда Дня Мертвых. Потом, может быть, даже отдельный ролик по ней запишу. Значит, смотрите. Шансы какие у нас? Алмазочка Дня Мертвых 9%. И тем более, мне не нужна Джейд и Эрон Блэк, мне нужна именно Китана. Она очень хорошо хилит отряд. Ну и в команде у них посилки, конечно же, связанные. И получается мощный отряд, поэтому я хочу Китанку выбить. Но душ мы сегодня с вами не слишком много потратим, так как я хочу душ оставить на открытие паков Команды Ужаса, которые выйдут 25 октября. А если вы не знаете, о чем я, то смотрите мой предыдущий ролик. Там я рассказал, что будет примерно на Хэллоуин Мортал Коммад Мопа. Ну а прежде чем мы начнем открытие, я хочу вас попросить прямо сейчас жмякнуть свой лайк под этим роликом. Ну а также подписаться на мой канал и нажать колокольчик. Подписались, нажали колокольчик и вы будете самыми первыми узнавать о моих новейших роликах. Заранее вам спасибо. Значит, я планирую, думаю, мы с вами, наверное, за 10 наборов сегодня должны все-таки выбить эту Китану. Ну что ж, давайте начинать. Вот и первый наборчик Дня Мёртвых. Если будут слишком долгие прогрузки наборов, я буду либо их вырезать на монтаже, либо буду ставить запись ролика на паузу. Чтобы вы зря не сидели, долго не смотрели на вот этот логотип дракончика, Оно бесит, конечно, когда ты открываешь один набор и ждешь 5 минут подряд, пока оно вот это крутится, крутится, а набор все не открывается. Так, ха-ха-лок. Ну, карточки повышения уровня мне, конечно же, нужны, так как у меня коллекция огромная на этом основном аккаунте. Бам! Скорбная Китана. И я хочу Китану Дня Мёртвых, а мне выпадает Скорбная. Ну, хотя на 8-ое слияние ее поднять нормально. Тем более, что я за нее вообще не играл, получается. На канале уже 3500 подписчиков на момент записи данного ролика. Я думаю, может быть, вам устроить розыгрыш аккаунта. Но мне сразу нужно найти этот аккаунт для розыгрыша, так как у меня пока сейчас на руках только мой основной аккаунт, на котором я записываю данный ролик. Так, ха-ха-лок, конечно же, я вижу, но надеюсь, что нам с вами повезет. Нет. Кракены и птилия. Ну, это хотя бы не Девора, и тут уже 9-ое слияние. Так что нормально. Да и Китана из прошлого апака была неплохая. Ой, куда я жму? Пока хоть нам на алмазки не падают, Китана не падает, которая нужна, но зато выпали две нормальных золотых карты. Ни Деворы, ни Джуни Кейджи, там есть самые хреновые. А хотя дублера сюда не выпадет, он не персонаж испытаний. Так что, в принципе, должно быть нормально. Так, очередной набор. Пожалуйста, новая карта, хватит этих хохолков. Блин, опять. Классическая Sonya Blade. Вот, это персонаж классный. Хоть я на этом аккаунте на нем не играю, раньше, как вы помните, у меня был другой аккаунт основным. Вот там я за золотых персонажей прям год с чем-то играл. Только за золотых. Но, блин, тот аккаунт ушел в бан, и это не из-за накрутки души. Сразу говорю. Тот аккаунт ушел в бан. Но не пишите в комментариях, что это из-за того, что там я, наверное, накрутил душ. Нет. На том аккаунте душ вообще практически не было, но он ушел в бан. Там такая странная история, но ладно. И теперь вот этот аккаунт у меня стал основным, но я на этом аккаунте не за всех золотых персонажей играл, а только за некоторых. Так как за золотых персонажей я на том аккаунте наигрался, он у меня был самый первый, но он ушел в бан. Там написалась учетная запись временно заблокирована, но скорее всего навсегда. Хотя я на тот аккаунт уже не заходил несколько месяцев. Может он как-то разбанился, не знаю, нужно зайти, может проверить. Там, кстати, тоже алмазок было штук 30. Не, больше 30, наверное. О, Sub-Zero Triborg, отлично, мощный. Если буду испытания проходить, так он вообще офигенный. А алмазочки все нет и нет. Как же. Кстати, напишите в комментариях, как тему для следующего ролика, что бы вы хотели увидеть в следующих видосах по Mortal Kombat Mobile, что интересного вам показать. Идею какую-то, челлендж, что вы хотите. Либо может другую игру еще какую-то. Так, ждем на загрузочку. А вот и набор. И опять этот хохолок, как он меня достал уже. Я хочу кита, но она не хочет выпадать. Фараон, Эрмак, Ермак. Пятое слияние. Кстати, я раньше за Фараона, Эрмака много отыграл, но не на этом аккаунте. Он офигенный. Реально, я как за него играл, я подумал, что он самый лучший Эрмак. Ну, потом, когда еще классического Эрмака получил за войны фракции. Вот они примерно равны. Самые лучшие. Фараон и классический. Вот два лучших Эрмака. Остальные там Дух, Эрмак, Повелитель, Душ, Эрмак. Фигня полная. Прямо хлам вообще. А вот эти два неофигенные. Это классический и Фараон. Так. Борайчо. Не люблю. Может персонаж хороший? Да. Там и урон вроде неплохой, и ХП. Тут он противный, не знаю. Внешка, блин, какой-то жирный мастер-единобор. Первый спецприем. Вообще полная фигня. И не в плане урона, кстати. Тупо бесит, как он выглядит. Просто щел, перданул, подпалил противника. И нанес этим урон. Вот. Фигня полная. Из-за этого я, кстати, не люблю Борайчо. Вообще за него никогда не играю. Он бесит меня этим своим первым спецприемом. Ну, блин, это реально противно. Это Мортал Комбат, а он там пердит на поле боя. Не знаю, есть среди вас люди, которые любят играть за Борайчо? Лично меня он бесит. Огненные кулаки Люка. Тоже хороший персонаж. И это я не просто так хвалю всех персонажей. Нам сегодня хоть не на алмазки везет, но хотя бы хорошие персонажи испытаний выпадают. Хотя вы же знаете, как я о персонажах говорю. Кого могу хвалить, кого могу прям говном обозвать персонажа какого-то. Я видел там, люди обижались. Даже был человек, который Девору ядовитую защищал. Несколько видосов подряд в комментарии писал. Что ты унижаешь Девору? Она хороший персонаж. Не унижай персонажей. Да, это было смешно, конечно. Но, да, человеку, видимо, понравилась Девора. Хотя я мало людей знаю, которые любят за золотую Девору прям отыгрывать. За ядовитую. Опять Борайчо. Нафиг ты мне надо? Я за тебя играть не буду. Я хочу Китану-ка. Лучить, а она не выпадает. Давайте, если вы кто-то не поставил лайк, прямо сейчас-таки жмякайте на лайк. Быстрее. Может Китана выпадет. Придет. Призываем Китану лайков. Долго грузится? Ну, не знаю, не буду ставить на паузу. Подождем. О, а вот и ролик. Тьфу, ролик, блин. Вот и набор. Я хотел сказать, чтобы не затягивать ролик. Тут набор открывается. Я такой, а вот и ролик. Так, новая карта или десятое снияние для какой-то фигни? Я надеюсь, что это Китана для мертвых. Китана. Пожалуйста. Да! Есть! Все, Китана моя. Ура! Я же сказал вам поставить лайк. Огромное спасибо, мои подписчики. Ура! Вы помогли мне Китану выбить. Все! Китана наша! Так, Китана. Китана, Китана. Теперь ты в самом конце коллекции, наверное. Прямо вообще капец. Да, вот. Владычца мертвых. Короче, пассивочку сразу прокачиваем, чтобы я не забыл. Хотя, если я буду играть, я, конечно же, не забуду. Но давайте сразу. У меня уже, как традиция такая есть. Выбил перс, сразу пассивку прокачать. Потом надо купить карточек поддержки. Прокачать спецприемы. Но это уже как-нибудь я сам. Может быть, еще запишу ролик, как буду играть за команду Дня Мертвых. Ну, а на этом все. Спасибо вам за просмотр. А также переходите по ссылочкам в описании. А с вами Бударк Икс. Еще увидимся. Всем пока.